привет привет заранее опрашиваю вас подписаться на канал если до сих пор этого не сделали поставить лайк прям заочно видосу 1000 наберем сразу же отправляемся писать подобный же подкаст но более углубленный благо тем там достаточно надеюсь вам будет интересно слышать из уст людей более взрослых и состоятельных смотрите наслаждайтесь 80-минутный подкаст я думаю это именно то чем следует за эти ваше время на этот посижу попрохлаждаюсь оставайтесь прекрасными красивыми и сексуальными оскорбляешь своих подписчиков если говоришь почему оскорбляю мне кажется то что не хочется быть молодыми дебилами повзрослете просто ты отбиваешь сразу сразу же желание тебя смотреть у школьников и снова мы начали давай начнем с того что школьники как правило смотрят интернет youtube а там достаточно много либералов а чем занимаются либералы сам обичеванием они рассказывают как все хуёво вокруг и школьники очень любят смотреть про то как как какие они хуёвые потому что они малолетние дебилы поэтому пошли в политику поэтому как как только их говном не поливай они будут тебя на я тебе даже больше скажу если ты не будешь их поливать говном они тебе не будут смотреть вспомнить своего любимого блогера юрия хованского не скажешь о любимого но просто блогера скажем так почему у нас текен 7 сзади ты можешь посмотреть спокойно тебе никто не там текен 7 старая игра восьмой никак не выйдет я не представляю сколько этому 4 года этой игре но на самом деле я не хотел чтобы он тут был сегодня мне кажется должно быть все что угодно кроме таки на сегодня почему ну потому что мы его даже не досмотрели даже не умеем играть не знаем как на кнопке ты играл в текен только третий третий как мы с тобой недавно 5 играли ну это было давно и не правда на playstation 2 в текен 5 поиграли на офисе разве такого не было это было слишком быстро и не считается а так ты в текен 3 играл и говорит что все играли в текен 3 так конечно я думаю сейчас поймаю любого человека за 30 лет спросили про текен 3 у тебя хоть что-то доска 1 2 играл всегда 1 2 это были какие-то легенды ходили легенды что он есть разный почему нет по моему по моему все-таки кто-то не приносил это паленый диск убитый и мы типа посмотрели такие сказали фи и вернулись к третьему никто понятно гораздо гораздо примитивно первых может быть я видел так же называется так же текен 2 значит на видели но это так а у меня было желание то есть когда увидел текен 3 причем не было не просто текен 3 а парашный хак под названием текен 3 плюс и там были все бойцы открыты кроме динозаврика гона были все бойцы открыты взломанные ну хакнуты да то что есть там были все бойцы открыты за такой диск могли убить раньше чтобы поручить в настоящем так ты должен был проходить конечно ты прошуошлись 10 раз тебе окрываются 10 персонажей ты проходишь остальными которые goose еще 10 раз тебе открывается гон то есть ты всего проходишь 20 раз тебе открывается гон тебе открывается персонаж тайгер который является скином едил ты подготовлен которые негр такой труда лучше описывать это голова короче гепарда красотка негр это негр бразильский негр а который в этом как называть стиль то какой рапок да вот ты проходишь аркаду за 20 персонажей а потом за него проходишь еще раз я тебе открывается скилл под названием тайгер и у него бой точно такой же как у эдди но своя заставка то есть к концовкой стал к своем там танцуют диска но по сути это скин является в хаки под названием таким 3 плюс не было ган и не было тайгера то есть их нужно было самостоятельно открывать но вот этот процесс прохождения аркады он его забрали у тебя этим телек греется башка я чувствую что будто бы у нас снова солнце вывезло так и все таки почему нас таким 7 здесь на playstation 4 давай поставим твой голубой геймпад на кого голубой какого синие все-таки небо какого цвета надо явно не цвет неба это это синий цвет почему нас ты консим опасной потому что у нас есть playstation 4 и это самый последний теки на данный момент каково тебе играет на playstation 4 то я перепрыгну сразу на четверку слегонца минуя 2 3 целом да это космос по сравнению с тем что есть что раньше было и что по сути сейчас есть на компьютере мы перешли к вступлению всем привет мои маленькие любители пареньков в голубых штаниках а также всем нормальным чувакам привет вы находитесь в гостях на моем канале представьтесь пожалуйста меня зовут борис и я не до геймер почему-то себя так как крестил что и такой не до геймер потому что я осваиваю все эти горизонты игр я только сейчас пытаюсь войти во все в эту колею всех новых трендов новой графики и всего нового просто слова о том что меня макс вывал буквально из нулевых и затащил в 2021 и теперь я вижу все со времен как бы вам объяснить вот это вот все это таким 3d меня сейчас уже так и 7 так и 4 так и 5 так и 6 прошел мимо меня 2021 это playstation 5 и sony oled за 350 тысяч вот это 2027 я там не живу очень хотелось бы но пока еще я там не живут вот это вот десятилетней давности история так что может быть немножко мы сдвинулись с той точки давай а той точки поговорим мы тут обсуждали недавно с твой классовый с геймеров хотели всех поделить как настоящие фашист опять опять этот намек на политику так вот давай начнем с самого начала как это было в детстве я считаю что это и как якудза 0 это как предыстория это как старт когда не было выбора чем ты играл в детстве как это происходило давай ты уточнишь какую именно временную это хоть взять отрезок младенчество ты вот только вышел ну и игры по я имею ввиду вот к компьютерные игры там приставки что там было в самом начале ну первое это систем дэнди я его помню девяносто третий на ногу девяносто четвертый день не до когда мне его принесли и это тот самый случай когда именно вот первый раз держал в руках геймпад и я понял что это вообще такое и ну естественно эти годы адаптации что это вообще такое помнишь игры первые до адвентура как же назывался на чувак приключение какого-то очень сложная игруха была он бежит у него имя было будет как он будет ну там адвентура что-то такое да после это как название было имя у него было какой-то как он выглядел я не помню имя не помню она популярная еще на киномании его проходили где он стриминг проходил ну как выглядел чувак то толстый чувак бежит по джунглям потом меняется за уровнем там он кидал эти блины топоры там яйца быть надо было брать king kong этот обезьяна бегала ни в коем случае мужик бегал толстый мужик толстый мужик напишите в комментариях что это из-за игра у меня лично дэнди не было поэтому в этой теме я совершенно не кому-то объясняю это он ты знаешь это у меня этап начался сешки у меня сешка рода раш уже сложно так вот дэнди что у нас дальше было короче говоря я пошел всю эту вот хронологии все игры пришел данных аналогии приставок наверно до ps не надо говорить все давай не надо 3d его было в детстве а я понял чему-то не за что у нас было на российском сегменте рынка все это россия большая и у парней было 3d его ребята черноземья семья пойму сразу черноземья у нас есть короче старая школа там пара коллекционерам у которого было 3d его в детстве черноземья не катя я была 3d а я знаю тебя было 3d рассказывает конкретные приставки не надо говорить что я во все все игры играл сейчас установил отыграл во все короче и вот мы подходим наконец-то к сега сега мега драйв 16 бит хорошо что уточнил мега драйв или мега драйв 2 2 потому что на черноземье это первое не было только у коллекционеров которые привозили из японии это был вопрос у всех всегда почему 2 не 1 почему почему это все пропустили была легенда что это вообще дэнди есть один ходила такая вот и шо что собственно игры игры какие были какие запомнил ты игра оттуда слишком много их было я самые знаковые ну народ раз играл в гонки на мото играл но это у тебя не нравится для мужика угром если забегать и вот была крута игруха на ps1 помнишь погоди что за фигня какой вперед давай на себе остаться street of rage опять я все это играл на это не заходило вот я спрошу а что заходило и короче говоря мне очень радость приключения это секси а квест если мы помним это это был еще сериал одноименный это приключение подводные субмарины для волю шинлент тоже поле малью шинэн боевичу давали чё нормально он же он был хорош для своего времени просто шикарен там даже был там даже был рефлекс от выстрела от пистолета на у него на лице для sega это просто был космос отражение до графон тогда удивлял школьников да я ползаю или на гряза графики вот второй уровень вообще не беру расчеты по моему 7 и стритов рейдж не зашло нет а как так вообще вышло как как третья часть ну вторая на самом деле за кого но я перестал здесь надо еще наверно учитывать то что у кого какие картриджи были у него не было возможно я не свобода выбора возможно я не смог его раскусить может быть если бы он меня был я бы такой от нечего делать бы у него просто палил голову каждый день я такой понимал бы что это моя жизнь мое детство я больше вспоминал так я увидел у друга четвертого этажа любишь забегать вперед давай забежим вперед что там на сешке шайнин форрес был на сешке сега не поиска и они поиска нет не было не было ни у кого не было и у тебя не было и вообще их не было нет не помню такого а наверняка вообще не было да это такая короче 2d шная чисто японская игруха я видел обзоре их точно не было что они даже не были переведены на они на тот момент не были прямо на нашем рынке не даже если бы не были они бы не прижили возвращаясь к классу геймеров то есть вот мы в образе сейчас на нас должны быть эти солнце солнце нарисована солнце нарисована вот возвращаясь к осу геймерам это класс номер 4 класс номер 4 по прям через иероглифы играл то есть даже тогда даже детьми были такие люди я не каюсь я не среди них но они были хорошо помнишь на дэнде кота который бил перчаткой помнишь что я говорил типа две минуты назад у меня не было дэнди у меня не было я этот момент полностью проскочил хорошо да если брать спустя время ну когда там эмулятор и вся эта херня для малолетних дебилов потому что эмуляторами занимаются кто правильно малолетние дебилы я этим занимался конечно же тоже не с трилогии ninja гайден на дэнди вот что мне зашло никакая другая игра мне не зашла они все какие-то графические забагованные мне это не нравится что-то таки голубой ниндзя это голубой ниндзя он не голубой он не гей не пидор он синий я его прошел буквально месяц назад еще раз без хаков без 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 вообще в легкую сэмлот действия его пойти в легкую это дни у его огнетушители верно тележка вот это вот нет нет два зала почему это шума есть про что ты говоришь мы надо кадр главного герой данные к главным герой звали я не помню но с это ходил с палкой да нет главного героя ninja гайден зовут рю хуя буса возможно да рю хуя буса начинается игра с того что там смерть и он идет мстить нет 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 так конечно не так потому что твоих слов как ты легко прошел без вводов это сразу перейдешь какой-то неправильно неправильно в этом и проблемам я не подготовлен я не знаю никто из нас не готов к этому никто из нас что это все настолько давно было что я пытаюсь помнить эти названия в этом плаву в этом есть суть моего шоу все названия что мы сейчас не можем вспомнить нам помогут восхитительные мужчины которые там сидят и они пишут типа минуту и пишут название игры потому что все они все прекрасно знают они читают википедию они просвещены они блять никогда в эти игры и баны не но все название знают так вот это всегда так происходит каждый раз любые цитаты из книг любые названия все сука знают только сами они их никогда не читали не играли но среди них всегда есть те самые которые никогда комментарии не напишут но они все они все знают опять же тут вся проблема в том какие картриджи были я был мы усвоили вот какие у тебя были даже если это парашные игры они тебя запомнились они у тебя что на него ты вот и вот и скажи название игры я помню по наименному мульт сериалы роки и бульвинт к д лось слышу зашумела а вы слышите ребятки playstation 4 pro начала шуметь мне так жарко станут пипец я потею таким семью разогнала то есть лишь 5 так не шумит какая игра golden x да понятно золотой топор я ее видел у одноклассника но сам как то естественно культовая третья часть она была шикарна этим музыка так и не смог пройти я недавно пытался снова покорить дошел до последнего босса это орел помнишь орла я никогда не проходил у нас с тобой параллели не соприкасаются у меня это был стиридов рейдж битым а по один другой давай сменим ожидает может мы попадем где-то в может контру все таки или demolition man хороший был мк кстати хорошо заходили тогда кана сега ну это об этом даже много первую играл вторую конечно да да 1 2 3 естественно легенды не было кто легенды не было как текен первой части они очень такие были статичные а вторая тоже атмосфера шикарнейшая вот этому этому подтверждение то что даже пони не сделали журнал а вот по поводу страну динамики и пони не я никак не смонтируйте реал у меня есть план сделать полный обзор журнала пони не отснять его я уже отснял но на момент на монтаже там так задрочно чтобы каждый наклеечку показать ну а как же пестрые наклейки каждую наклейку чтобы показать я на монтаже завис там нужно мне часов тридцать выделить я не могу из жизни их вытянуть но есть когда-нибудь я доделаю пони не когда-то я доделаю ставьте лайк ставьте лайк подписывайтесь на канал на самом деле этот журнал у нас затирался до дыр действительно собрался на кнутом смысле не то что подумал но это ж не порно журнал наклейки у меня было много жена пони не это вообще пони не то одна из символик 90-х оба коп о робокоп на роли я фаладин мыши рокеры с марта вот не видел даже ариэль видео это русалочка я понял также были просто энциклопедические журналы пони нести не знал это динозавры какие-нибудь динозаврами я видел и животные мир животных и такого не видит не видит файта не животного это просто тема была много нас их было но собрать я никогда ее собраны пони не ни одного человека но это сейчас ты собрал их ты купил собранный ты как-то слишком быстро меня раскусил а какая разница если сказал что ты никогда не видел собранный но ты можешь увидеть собранный в моем видео которое я обязательно смонтирую но это жена был крутой и из возвращаясь к мк он как бы сколько мы перерисовывали их эти изображения это же времена без интернета я тоже перерисовывал кажется все этим заниматься ты перерисовал пони не тебя был журнал морском от пони не мне кажется человек который нас может понять ему будет уже около 30 лет но наша передача рассчитана на тех кто уже перешел от стадии малолетнего дебила к взрослому человеку осознанному который сможет вообще это видео найти из миллиардов других тяжело найти такой человек который знаешь это такое да тону тону по ней не дашь ты помнишь синдикаты игру это почти что это где вид сверху свободный свободное перемещение по локации города первые слышу армии мэн человек война армии мэн я уже более древние там на playstation 2 играл это другие очень много игр на самом деле пошел на sega так как прошел играл очень много бэтмен форевер играл конечно прошел пиздец сложная об этом робин-то не но это говорит что за часть бэтмен робин playstation 1 бэтмен и робин playstation но бэтмен форевер это на полный так на стежку там было двоих помочь а это там был бэтмен и робин назывался грабит на тарана что она есть я пытаюсь вспомнить да на бэтмен форевер такая нормальная игра но на одна из последних чувствуется последних куда последний sonic sonic почему забыли про соника не за тут недавно играл на дремкасти соника это был не то sonic он должен быть двухмерной нельзя делать как он ломается сразу ломается вся его по сути сучно до концепция вообще этого персонажа он должен я никогда до конца соника не проходил но в поступе двухмерный я более того я пытался еще и все алмазы собрать я на бонусы ровно и слишком я понял что это может сделать только истинный японец или кореец и понять на тот момент скорее всего ведь тоже корейцы позже пришли в игры я понял что очень сложно это надо это возможно но я потрачу либо я получу образование на коллицу либо да либо получить алмазы хорошо мне интересней следующий это у нас все еще не я так понимаю это не осознанное детство верно это все еще не осознанное детство так дэнди сега дальше playstation 1 это относится к неосознанному детству ну он выпадает на период когда наверное уже и начнут понимать что происходит я думаю все еще не осознанное пацаны это уровень 0 по нашей классификации геймеров которые могут соприкасаться могут перескакивать этапы это все еще нулевой уровень как resident evil 0 неосознанность там где мы повторяем за другими там где за нас выбор делают судьба судьба родители одноклассники экономическая все еще нет экономика здесь не немножко не причем экономика уже дальше пойдет когда мы собственно не начнем ощущать здесь когда мы полностью зависимые когда мы дети с вами на самом деле да если так вот вспомнить я вспомнил что из картриджей на из всех там 100 картриджей можно купил только два остальные не попались по каким-то махинациям это не неважно типа играть и иметь она не всегда соприкасается ты можешь как на данный момент например коллекционеры которые коллекционируют диски я не всегда таких парней понимаю них могут быть стопки а играют они нисколько то есть они нисколько они думают что сейчас они накупят миллиард игр которые иногда могут в цене подниматься они этими дисками барыжат но при этом у них в голове типа ну я когда-нибудь поиграю это придет придет на и время я об этом не думают не думают они себя сама я тебе я прошел я был в этой стадии у меня было миллиарды дисков вот однажды и много у кого такой был да я помню сейчас речи текленка playstation 2 у меня был лицензионный диск в 2004 году я купил playstation 2 вместе с диском лицензионным я игру включал и причем я смотрю мне нравится это был речи текленк 2 насколько помню мне игра нравится но что-то мне все время отвлекало то taken to mortal kombat я в какой-то момент думаю ладно когда-нибудь я поиграю дальше начался период коллекционирования дисков начался и он никак не останавливается 2021 год я поиграл в речи текленк 2016 на playstation 4 восхитительная игра и теперь у меня есть план так как я осознал что все-таки восхитительная игра я вернулся мне я вернусь к той самой игре с playstation 2 и восполню все эти моменты так что вот этот тейк по поводу того что у меня было два карты же играл я во многие это нормально потому что в обе стороны это качение может быть это не так важно прекрасная речь так следующее у нас что идет что мы приходим playstation 1 как ты купил я купил и покупал потому что это этап 0 напоминаю возможно да но и он накопил на нее моим катан и он ее взял то есть на нее копил действительно так год прям все на право на правах младшего брата мог спокойно играть или не всегда спокойно это вообще отдельная история младший брат всегда страдал в консольных битвах он всегда был таким некоторым свидетелем каких-то прохождений никак он не принимал участия к сожалению сейчас люди донаты скидывают за подобное у тебя ты имел доступ к безграничным ресурсам бесплатно люди кидают донаты чтобы смотреть как другие причем не рядом расстояние все это не по-настоящему происходит зачастую чё говорю не по-настоящему потому что есть позитив или люди 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 таким занимаются другими ну то есть фэйф и фэйф и может эмоушен да есть такая тема не были просто с ноги по ебалу таком ну а что так вот ты имел доступ к этим как лицплеем в реальной жизни нормальная тема я так смотрел полное прошли devil may cry 3 потому что игрок пипец какая сложная и что-то игра на playstation 1 мое знакомство с playstation первым появилась в салоне задолго до того как мы его купили то есть да у многих такая тема была салон салон не компьютерный а из ps 1 до у многих парней за 30 парней за 30 у меня такое было у тебя такое было у тебя такое было вот малолетние не поймут такого да да это удивительно было на этих пластиковых сиденьях просто сервис на высоте был этого я к сожалению помню я слышал даже не ты доходил до такого высокого уровня салона что они даже продавали сухарики и полу у нас такого не было у нас просто играй молча и все это даже наушники давали ну хрена наушниках я не помню а вот кстати касаемо этих салонов что меня забавляло никогда не было карт памяти это это ломало практически половину нет 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 это как это парашный салона я спинку были нормальные салоны где были карты памяти я просто говорю и естественно заходили только аркадные игрухи это всякие фифа и и такие именно мультиплеер да понятно на playstation 1 это уже было критически на sega это было не так критически потому что кто играл shininforce ты на 7 на себя хоть раз сохранял игру так вот с батарейкой так вот в картриджах shininforce можно было сохраняться даже в пиратских не во всех но были нормальные пиратские подделки где был чип куда можно было сохраняться за батарейкой или без без батарейки этого типа высший уровень у меня просто единственно что увидел на сего свой одноклассник один раз он кое-как там как-то раскопал то есть фигню как это должно быть и он сохранял и молодец респект таким парням я не наш такой он сейчас успеха добился в жизни относительно да ты понимаешь почему я клоню не сиди за компьютером не сутулься картриджи разбирай так вот playstation один мой толк возвращается постарше ну мы начали салона естественно игрового игры какие там были о это начинаем с инфо резки она была очень в топе и и надо даже было тяжело этот диск добыть потому что он был занят к слову и fans хорошо заходила тогда вообще хорошо четверка естественно 4 4 и 3 надо 1 2 уже тяжело было играть 4 с это было просто бомбой и более мультиплеер когда разделялся экрана две части сейчас это просто ублюдство так нельзя я бы запретил это все нельзя так играть когда у тебя экран разделена две части так нельзя почему ну во первых ты палишь 2 игрока всегда где он из ты играешь кошки-мышки допустим но если гунин сайфон фильтр играешь да это да ты сел засаду стать песками я знаю что это такое это так не должно быть да я все целом но для аркаджи нормально но это гонок она и так тяжело даже когда в одиночку тяжело не хватает порой именно вот горизонта хочется больше а помнишь такой момент когда играешь сплит-скрине у тебя фпс падает ты это помнишь я в детстве на это внимание обращал это уже когда возраст осознанной появился и руку блин а в сплит-скрине там игра подтормаживает медленнее все происходит не не так здорово как в одиночку детям было пофиг почему потому что дети готовы потреблять любое говно на то не и дети акса у самого как типа у брата появилась плойка и что дальше какие игры пошли в ход мы обожали естественно играть компаниями поэтому у нас были такие многопользовательские и где 4 даже 8 можно было персонажа это за игры таких угадай где можно восьмером играть восьмером понятиями только в четвером восьмером футбол нет одновременно есть такая может быть червяки геймбарда по очереди это круто это очень круто сильней войны еще я тоже играл нас максим было три человека до восьмера как бы 8 человек перед телевизором нет сразу оговорюсь восьмером нет у него могли шестером прийти это круто но естественно позволяет по сути игруха подключиться восьмеры и разным людям это круто было очень круто по моему восьмеры 8 не больше я не могу подтвердить почему-то мне было сеть цифра 48 по моему 8 команд там было кстати если это не так то все это вырежу нам просто ты думаешь я буду проверять у меня есть восхитительные люди которые посмотрят и сделают такой комментарий и лайк поставит свиньи войны допустим это для меня это самое удачное слишком один до трехмерно конечно это удачный релиз вот именно концепция вором сколько делается ворс 3d такое говно да я сейчас вспомнил ворострит такая пара он провалился по всем пунктам до свиньи более массивные они шикарны я играл урну уже очень смутно помню но что-то такое было этот у них даже это по мангу на баннер это один из рабочих драйвера то есть они туда были на высоте и не войны классно тема себя я кстати недавно играл надо еще на эмуляторе да но хорошо даже как ты идеологически аккумулятору относишься сложно сказать не вы считаешь их педофилами когда все вопрос вопрос был как ты идеологически относишься к эмуляторам насколько совесть тебе позволяет их использовать и как ты миришься с недочетами которые вследствие не идеальной технической структуры и об этом думал после когда играл драйвера мне очень не нравится картинка я понимал что она такая даже один по поводу кара управления хорошо картинка управления там лаги идут микролаг идет такой же съесть есть но он меня не так колбасил как вот именно картинка я я знаю что он скажу так лучше чем лучше чем он там короче чем на компьютере знаешь где лучше поиграть в драйвера на лт телевизоре sony тринитрон лт телевизор такой большой такой большой деда телевизором только sony потому что если будет sharp и там какой-то говно дуты ламповый да да лаповый но sony тринитрон находишь на авито выбираешь от полутора тысяч до трех самый слабенький вариант за 3000 будет но просто пушка с карты разъемом подключаясь playstation x карта разъему телевизора sony тринитрон это реклама сейчас ты вообще понимаешь я вижу ты интегрировал ее очень четко еще вот подожди нужно крупным планом sony телевизор 2009 не важно потому что видишь оттуда садят так чтобы на нашу да я подсъем сделаю у нас будет крупным планом каждые 10 секунд так вот sony роды еще какая-нибудь херня так вот к лт телевизору sony подключаешь свою playstation паскарту наверняка ты уже все видосы посмотрел как улучшить качество изображения да как с карт кабель покупаешь для playstation 1 и башешь камеру ногой и поправляешь ее и в драйвер можно поиграть нормально даже не видишь экран я знаю положение видео у нас только что прошла интеграция мы только что получили много денег от sony за рекламу лт телевизор так это работает мы обязательно снимем выпуск с лт телевизором sony обязательно если вы поставите дохера лайков я обязательно куплю лт телевизор поставлю и включу ебучий драйвер либо какую там игру на playstation ты еще любил также мы можем драйвер и драйвер 2 это закрыли тему как закрыли ты прошел конечно лоба конечно кстати 2 драйвер ты проходит я прошел 2 на 1 не прошел теперь прошел 2 я прошел 2 а последний миссии прошел последний миссия там разработчики решили прикольнуться она настолько заскриптована что и пройти можно в прямом смысле слова сотого раза наверно пока ты не выучил но все досконально каждый кусочек а так там не только последний миссия до сложная есть очень сложная где копы гоняются но последняя она очень сложная вот ты помнишь ее суть это погоня кажется начинаю сыпаться и есть такая вероятность что я не прошел хорошо я не могу подтвердить у меня просто сидит в голове что я прошел а соответствует ли это правда или нет я есть прямо сейчас не могу подтвердить вот как наверняка есть это умное слово умное слово для такого положения когда ты отправляешься в память и у тебя там в ячейке записано прошел а на самом деле может быть ты себя наебал потому что ты ребенок и постоянно всем врал и с тех пор когда ты кому-то соврал запомнил это как как будто если бы это было правдой и теперь ты можешь сам по веру своего да 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 так что не надо врать не надо врать врать ибо детей плохо пацаны так вот расскажи про последнюю миссию это это погоня была за последние свидетеля но сюжетом как бы сложная у сам с тяжело понимаю почему не сделали сложную миссию такую миссию сложную а мне кажется этот я об этом все думал то что это как бы такая пасхалочка того что по сути сам драйвер он не считается сложной игрухой его можно пройти достаточно даже но не подготовленному человеку ха нет не прав нужно быть увлеченным нет если не подготовленный увлеченный да ты пройдешь если ты просто голый с нуля нет теперь в миссии пройдешь голый не запустит приставку запустит вот спасение она такая как бы она уже весь сюжет уже принципе собрался войди на все есть это как как бонусная миссия чтобы доказать самому себе что ты как бы чего-то стоишь вот я так это предполагает типа это для избранных вот попробуйте пройти и тогда вы точно уже услышите финальную песню и увидите финальный сюжет примирения двух банд криминала и на этом все закончится вот так и это подправка это что это как пасхалочка специально можно принципе пройти и не проходите и это уже поймешь по сути всего драйвера но последняя она такая сложная играл в следующей части драйвер после 3 до играла конечно да и лучше не играл а следующие но я знаю только три части и вы что то есть и драйвер параллел лайнс не играл по моему я не услышал но нет а ведь она получше 3 подожди это какого года не помню это playstation 2 и google x1 и ты сейчас говоришь и пассажирование она даст она наклевая ну типа не самая лучшая в мире но накрывая на лучше второго качестве удивительно что готова перехватили это все эти темы по это один с ягода один на конечно компьютере играл в школе на уроке информатики сверху и допускай и пиво вторую часть вот удивительно да что насколько шагнул в первый драйвер со своими насколько rockstar обоссали всем рты просто почему тогда тоже удивительно это они перешагнули потом перепрыгнули просто случалось же такое что там у нас еще какие то есть иконы либо их очень много нет нет то что ты запомнил бы больше что запомнил больше давай по углублению ты мне говорил про какую-то жрпг которую ты играл в детстве и называлась она напомню драйс of fire а это самое та самая фгс класс 4 пацаны по нашей идеологии это класс 4 так интересно кто вообще знает туда и она конечно такая я не поклонник аниме вообще ни разу но я чё аниме для пидоров нет просто не поклонник как может быть не поклонник те что школьники не нравится ты работаешь педагогом кажется не состыковочка это все шутка макс так шутит я и не поклонник но вот мне очень нравится вообще как они собрали вас числит среди части дачи 3 4 повнимательнее 3 я 3 4 там вообще по моему сюжет очень похожее так очень если не ошибаюсь да да это вообще не важно там по моему вообще какая разница идет как бы ремейк предыдущих частей что-то такое вообще плевать ты наверное не осознаешь суть что ты в неосознанном возрасте в нуле где ты в нуле ты играл в класс номер четыре то есть у тебя в нулевой как бы в нулевом классе тебе из четвертого класса проникла игра ты прошел конечно ты прошел игру из четвертого класса в своем нулевом неосознанном возрасте это как бы уже показатель парней которым выписывают респект такие вот дела я напоминаю про классовость ноль это полностью неосознанный мы еще даже к первому не подошли потому что первый начинается уже с того момента когда ты покупаешь комплюктер это уже был был какой-то часть его заработка либо это все еще была неосознанная херня нет неосознанность конечно то есть это все еще ноль компьютер это ноль стоп возвращаемся ты про компьютер сейчас нет это осознание тоже я подрабатывал над компьютер вот это уже не ноль это очень большая проблема для не проблема это как часть истории это уже часть истории компьютер мне тяжел дался почему по после playstation 1 ты не купил playstation 2 был момент когда я действительно заработал на ps2 она тогда стоила по тем временам я хотел вообще почему как и грусти потому что я знал что ps1 уже уходит закат это это было видно что мой год это 2005 примерно как в году playstation 1 уходила закат у тебя у тебя в каком году playstation 1 уходила в закат я уже в 2005 я понял я уже понимал что игр на нее новых нету я понимал что брать не у кого эти игры то есть уже мои знакомые перестали интересоваться этой темой у многих появились компуктеры то что ты сейчас говоришь относится к нулевой стадии повторяй за другими но тем не менее как бы и мы живем уже в социуме таком да пошли не нахуй как правило так это сложно вот я понял что мне очень хотелось шагнуть вперед я знал что на ps2 выходят различные продолжения и игру которые мне нравились на первой например сахил это фифа это серия игр естественно каждый год выходит она еще из дэнди и сега была а мама готова все-таки хоть на playstation 2 до gta 3 gta 4 я знал ее только по компьютеру gta в ассити но я знал что выходят с адрес давай ближе к теме почему ты не купил playstation 2 ну накопили в общем деньги на нее и нам сам накопил это было тоже тяжело это лето целое лето работы это для школьника это было потрачили конечно глаз задержался как я вспомнил так вот пошел я на рынок и нашел уже плойку и уже хотел братья но как я пришел на рынок ходил по палаткам ходила люди за 30 понимают о чем речь и в итоге я такой задумался блин а нужно мной сейчас или нет учитывая то что в этот момент у меня по сути появляется уже компьютер родители купили или как нет что значит у тебя появляется как мы решили грубо говоря мы накопили на него или вы или как с братом семьей это сложно сказать я подрабатывал ну как бы все вместе вложили с ним а зачем нужен у компьютера напомнишь ну вот какая модевация у семьи была типа купим компьютер чтобы что наверное все таки было вопрос того что времена такие настали что тенденция компьютера она компьютер в каждый дом да это так и было было значит появляться даже это начал пиарить все это чудо ясен пень это все как сарфан на радио то есть ну пидор какой-то нет наверняка нет увидел соседа что он купил и ты хочешь нему играть ты не ходил костяду играть компьютер примерно год перед тем так как купил свой компьютер вообще такого не буду зачем я задел да я ходил и естественно это видел все естественно не хотелось тоже проиграть в асити допустим блин я хочу сейчас хоть это подожди у нас же подкаст но я я иногда забываю это подкаст интервью я хочу свою историю рассказать как я ходил к однокласснику однокласснику я был в школе это был где это были девяностые 90-е это был единственный классник паша сочет сомнительно что меня смотрит суть в том что это был единственный человек, у которого был компьютер. Нужно думать, наверное, это был человек богаче, чем другие дети, у которых не было компьютера вообще. Но при этом он был самый кринжовый чувак. Прямо реально самый кринжовый. Во всех смыслах этого слова. И я к нему как-то пришел один раз, и он включил мне Resident Evil 2. И я увидел, у меня на тот момент по-моему даже PlayStation 1 если напрячься, у меня не было Насколько я помню, не было PlayStation 1, у меня была Sega, и я увидел Resident Evil 2 Ты представляешь себе, что такое после Mortal Kombat увидеть 640 на 480 Типа ух! Типа со сглаживанием все Нифига, как четко зомби Бах-бах! Ну а теперь давай в другую игру поиграем. И он включил игру, где нужно ловить шарики. Ну какая-то такая, знаешь, типа где-то Вправо-влево бегаешь, говно какое-то с неба ловишь Такое примитивное, вот как вот в телефон Это после Resident Evil 2 Посмотрел твое развитие и решил тебе все-таки Ну, тебе это лучше зайдет Включил, мы совсем недолго поиграли И какое-то какое-то количество времени которое превышало раза в три предыдущее Он вот эти вот шарики ловил То есть примитивнейший И я такой Оооо! Нет, такое мне точно не нужно И После увиденного мне не захотелось в компьютерном Ну вот такие там Да, там есть Resident Evil Но там есть еще какое-то говно Мне это неинтересно Хрень какая-то Соответственно, будучи ребенком я как-то не проникся настолько, что типа вот надо брать А ты, значит, целый год какие-то игры там смотрел? Восстите Warcraft 3 вышел тогда Ну И мы возвращаемся, кстати PlayStation Warcraft 2 Мало кто знает Ой, какая-то хрень была на пловике Да, я была А ты знаешь, что такое Warcraft 1 вообще? Никогда не интересовался Честное слово My Lord Your will Yes Your bidding Your bidding Yes, my lord Поинтересуйся Мало ты знаешь, что это вообще такое И откуда вообще все это началось Resident, естественно Resident Почему вообще о нем в конце Вообще вот эта вся линейка Resident, Дальний Кризис и Southern Hill Это для меня вот единственное, что осталось таким пультовым как вот лицо PS1 Вот Оттуда все началось Underground пошел NFS Первая вышла и вышла вторая А это все все эти игрухи они же были на PS На PlayStation 2 Да Это вообще торкало сильно И тут мы подбираемся к тому моменту Пошел, значит комплюктерный Буб и ты решил купить компьютер А не было бы возможности купить и PlayStation 2 и компьютер PlayStation 2 за те деньги что ты накопил а компьютер за те что докопила семья Такого варианта даже не было Это сложный вопрос Вот я сейчас только сейчас об этом задумался Ну смотри тебе сейчас 30 плюс и ты готов абсолютно беспристрастно То есть когда мы молодые делаем решения а потом можем даже себя обмануть Ну оправдав так мозг работает он себя обманывает чтобы просто легче жилось Но спустя года ты можешь например если сделал ошибку и наоборот верное решение подтвердить либо погрустить То есть уже не так сильно больно будет как в начале Так вот заверши мысль Почему? Почему я не купил PlayStation 2? Почему ты не купил PlayStation 2? Дай подумать Боже мой это сложно Наверное все таки из-за того что я понял что времена ее для меня ушли она уже для меня не актуальна стала Потому что то что я хотел получить от нее наверное я получил через Капукто Вот мы подошли к тому моменту когда ты в Uncharted сейчас сыграешь Так вот Last of Us ты на тот момент не был знаком с понятием эксклюзивы и консольной эксклюзивы Я тоже об этом подумал Смотри А вина здесь Ой Я шарму камеру Вина здесь в чем Вот тот человек который на рынке тебе предлагал Он тебе не показал PlayStation 2 и Dino Crisis 3 и Breath of Fire 5 Он тебе не показал Final Fantasy 10 Он тебе не показал те серии игр которые ты на компьютере не поиграл бы Вот здесь я жиденько объебался Действительно Dino Crisis 3 эксклюзив Xbox классик Странно но уже прошло столько времени я даже не смотрел геймплейные кадры Так как данный промежуток я пишу постфактум уже ознакомился на своем настоящем Xbox Да у меня есть PlayStation 5 а я сижу старое говно на классическом Xbox играю посмотрел поиграл потыкал ну полная дреснина дреснина такая хорошо что Борис даже и не знаком с ней это было бы категорическое разочарование продолжаем продолжаем смотреть если бы ты видел что ты например не получил бы тех игр которыми ты горел драйвер параллел лайнс тогда не выходила на компьютере я не помню она по-моему она так и на компьютере не вышла она была на первом Xbox и на PS2 я вообще не слышал игра вот а если бы слышал и четко осознавал что вот эти игры были на PS2 и на PS2 игры выходили по-моему по 2008 год актуальные ну а дальше всякая говно типа FIFA ой простите кажется фанат FIFA дизлайка в этого пацана не в коем случае Breath of Fire это же GRPG а другие GRPG Shin Megami Tensei она была с первой PlayStation она была на второй PlayStation была под серия Persona последняя Persona 3 под заголовком FES вышла в 2008 году на PlayStation 2 ты имел цифровое как бы информации было мало так? конечно то есть а если бы ты наперед знал ты бы купил PlayStation 2? сложно сейчас судить это нужно вернуться в то время слишком много в голове сейчас каши наверное все таки возможно ты покупал компьютер для игр вот специально ценность чтобы играть в игры я вам так скажу все кто говорят что покупают для учебы да это наебщик да все покупают для игр даже сейчас все да ты купил компьютер для игр но говорил что для учебы конечно но как иначе печально я не знаю ни одного компьютера на котором не остановлена игра сейчас даже у тебя установлена какая-то игруха в офисе какая ну погнали не установлена никакая мне даже стима нет ну давай зайдем посмотрим мне кажется иконочку можно найти герои в третьих да давай вообще 0 это к слову о том что даже у меня коллеги по работе я захожу смотри ну гуру герои у кого-то знаешь какие у меня игры есть на компьютере я признаюсь что у меня есть игры на компьютере я признаюсь что у меня есть игры на компьютере но ты почему подожди секундочку как-то слишком агрессивно у меня есть игры на компьютере и они представляют из себя образы для playstation 2 и dreamcast которые я через компьютер закидываю на playstation 2 и на dreamcast а таких игр на которые я даблклик делаю экзештик и такой ох начинается игра на компьютере нет такой нет ну такой перевалочный пункт да совсем нет да ну как файл помойка формально они есть короче да но это файл помойка а вот героев 3 и прочих нет нет ты просто плохой пример ты да ты плохой пример ты консольщик да нет я мульти секс ну смысл действительно если есть и консоли и хранить игрушки на компьютере логично что не будет самая интересная вот что ты даже спустя время не можешь четко сказать да я бы купил эту ебучую playstation 2 и breath of fire 5 о которой ты полчаса назад узнал что она выходила в 2002 я не знал то есть ты покупал компьютер в каком в 2005 году где-то так а breath of fire 5 вышел в 2002 на playstation 2 почему этот петух с рынка тебе не предложил я сомневаюсь ну вообще что-то мог предложить вот именно вот потому что люди занимали даже барыги успешные барыги они занимаются они разбираются а вот фиг узнает а должен он разбираться в этом а сейчас ты думаешь сейчас нет барыг суть в том что остались только те барыги которые разбираются в теме а вот те вы же сильнейшие те чуваки которые все подряд говно возили все они уже этим не занимаются сейчас барыги разбираются это единственный был способ им выжить вот и все привет Тимур у нас все еще Tekken 7 на фоне а телевизор жарит по страшному вот этот телевизор кстати по поводу консолей это же такая сложная тема маленьких детей к сожалению не только детей и взрослых которые могут себе позволить их что-то вечно останавливает они готовы совершенно спокойно вот это вот сидеть за неделю до релиза карты RTX 3070 на сайте DNS добавлять в конфигуратор и полить полить эту карту она на релизе 70 тысяч стоила сейчас вы ее за такие деньги конечно не купите она 1300 наверное стоит так вот полить эту карту за 70 тысяч так заказать 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 и кому-то все равно это попадается карта 3070 но купить конфиг PlayStation 4 Pro либо PlayStation 5 и телевизор это конечно намного дороже намного сложнее и игры дорогие ты видел игры по скидкам сколько стоят в PS а не в цифре ну цифра понятна это убогое дело но все равно цены видел на цифру 800 есть разные цены например я купил Far Cry старая игра такая Far Cry 3 за 200 рублей ну это слишком старая игра ну естественно она стареет всякая от Ubisoft да скидоны и прочая херня они есть везде абсолютно везде и дело не в деньгах согласись те кто играют на компьютере и даже сейчас те кто обновляют свое железо в это непростое время не играют на приставках не из-за денег тут не в деньгах дело возможно почему возможно почему не абсолютно точно ну люди разные все разные люди пробовал Red Dead Redemption 2 на компьютере играть ни разу ни разу а вот те кто пробовал на компьютере наверняка им понравилось что пацаны CPU лосос ставим и все у вас будет заебцо они знают они наверняка да да Red Dead Redemption 2 на PS4 сколько сейчас полторы тысячи стоит и вот эти вот страдания с CPU лосо они гораздо гораздо дороже то есть оно того совершенно не стоит вне зависимости конфигурации компьютера напоминаю за любые деньги но всегда есть в интернете люди которые начинают защищать и тут работает самообман то есть помимо того что они могут актуальную настоящую информацию тебе рассказать что да где-то там что-то лучше но также занимаются самообманом выдавая желаемое за действительное ты купил компьютер ты купил компьютер уже осознанно все PlayStation 2 устарела не твое это мы перешли в стадию номер один по нашей фашистской идеологии этап номер один это человек за компьютером такой сутулившийся сидит играет в компьютер для учебы компьютер для учебы он на нем играет через эту стадию проходило абсолютное большинство я прошел ты прошел ты прошел наверняка абсолютное большинство из вас прошли я иногда когда вижу что люди говорят что у них в семье нет компьютера думаю неужели представляешь даже ноутбука я знаю таких людей но почему-то в один момент они приходят все равно на работу на учебу с компьютером ноутбуком своим нет есть такие у которых нет абсолютно я ну я не спорю что такое возможно но опять же и открою секрет они не играют на компьютере потому что у них его нет а знаешь что у них есть конечно смартфон да смартфон а у некоторых есть еще игровая приставка да и это тоже сейчас бич времени то что смотрят эти обзоры на игры обзоры на игры а что-то такое ну как бы игры же сделаны для того чтобы на них смотреть наверное дело в том что изначально видосы эти появились для информирования они продажи информирования это дико когда человек смотрит видео обзор не из-за того что он хочет посмотреть из-за того что у него нету возможности проиграть это неправильно это проблема но здесь вина не видео обзора ну конечно здесь не видео обзора просто это стечение обстоятельств как бы и все но этот человек смотрит обзор откуда с компьютера который он купил для учебы так скорее всего со смартфона смартфона который он смартфона сяоми верно да который он купил для чего я подоград я тебе сейчас открою секрет представляешь есть короче люди люди которые не пользуются смартфонами у них нет смартфона можешь себе представить конечно у них есть телефон кнопочный финипс ксеном но у них нет ты заметил сколько у нас интеграции сколько интеграции телефон филипс ксеном но это две категории людей это либо кто служит вами данный момент потому что они заряжаются и долго держат они ходят работать например либо в офис либо им за 40 за 30 но еще пока не за 40 только два объяснения все а либо это еще ребенок первом классе учится ему дали чтобы он просто когда потерять телефон не был жалко ребенка там в каком классе его там обоссут без смартфона меня наверняка дети подвердите если вы без смартфона пришли наверняка вас просто обоссывают я имею ввиду морально наверняка не только морально без смартфона ребенок это как ребенок в китайской небрендовой обуви его сразу обоссуют первый класс не пятый не шестой первый да ты наверное чуть-чуть отстал первый класс без смартфона все обоссут тебе спотнутся уронят потеряют за тоже постоянно это делают и тем не менее нет 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 даже сейчас я говорю можно отношений одни детей к другим понятно что школа то самый жесткий вообще урок жизни но это чуть-чуть к старшим классом уже начинается то вся зависть и первые там какие-то вообще не пони первого класса начинается в детском саду еще пока более-менее да возможно с первого класса да мне кажется первом классе больше делят там ручку например 1 класса 7 лет цветная нет нет и что-то сейчас это сейчас подготовить это 7 лет все без смартфона обоссуд подтвердите но теть может это я себя обманываю может я секунду аниме насмотрелся и придумал тебе и но есть такие класса допустим до школы мы немножко отходим от темы мы кстати на этапе номер один а их всего 5 кажется мы не перейдем к следующему не на самом деле мы уже коснулись слегка мы коснулись первый этап это компьютерный игрок и он у тебя до скольки лет он у тебя продолжался да я вот недавно играл в игруху нет 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 он у тебя продолжался до тех пор пока ты не поиграл во что там на playstation 3 во что-то там на playstation 3 а санхил да я играл сколько лет длился период этапа номер один да вообще можно сказать 15 лет можно сказать 15 лет ты играл в g rpg на компьютере компьютер позволяет эмулировать все приставки вплоть до playstation 2 адекватно эмулировать и ты не играл в g rpg как так вышло ведь это g rpg это класс номер 3 как так мог не перейти это углублю 4 прошу прощения класс номер 4 углубленный гейминг там у нас все g rpg нет почему почему персону не играл почему не играл персону расскажи оправдайся ты мне поставишь тупик да я особо про это не слышал да не слышал игровые журналы не читал ничего драгонквест вот опять ты лишь говоришь непонятные слова это это важно я не только тебе это говорю я как бы обращаюсь и к тебе и к нашим замечательным любимым зрителям которые поставят много лайков и они точно драгонквест играли просто каждый ты не веришь каждый нас посмотрит 20 человек они все в драгонквест 5 играли так вот так вот это все потому что ты был на стадии 1 просто когда ты начинаешь играть в эти мне и нравится только когда ты играешь в g rpg даже будучи сидя этим блять ну кривожопа сидишь за эмулятором и такой хуяк шин мегами тенсей и ты уже в классе номер два мне так жарко пиздец лицо горит от вот этого телевизора телевизор кстати называется sony kdl зимой я был ему благодарен 38 дабл ю 4000 или в 4000 это неважно суть в том что я уже потом посмотрел линейки этих телевизоров и оказывается есть точно такой же только с разрешением 720 то есть на и наемнический этот типа из 2009 овощи норм но он очень горячий что тебе хотелось бы его того чтобы он меньше грелся в нем он наверно все таки для сегодняшнего дня слишком толстый можно было тоньше сделать а тебе это функционально как-то меняем если я бы захотел повесить в узкой комнате маленькой мало метра малометражки какой-нибудь и не нужно было это место я знаешь сейчас тоньше есть на друга ну да да это для меня важно но тоньше ну а с точки зрения вот смотришь него функционала кроме того что лицо жарят пиздец кроме этого есть какая-то мне не нравится почему-то не важно чтобы рамка была тоньше нравится она как-то с к изображения относится она дает на меня вот это опять же индивидуально все вот это это динамики для меня это все вообще как бы стерео здесь хорошее я раздернулся туда потому что смотри вот я купил телевизор с маленькая рамка и ты знаешь звук у него уебищный просто говно а еще из-за того что у него маленькая рамка ты видел эти ебаные засветы у меня засветы из-за того что тонкая рамка то есть телевизор следующего года топ-3 короче да и вообще он шикарный во всем как бы так если знать его бюджет пацаны да если бы вы знали я очень рекомендую kdlw 4 500 и и старых у них нет засветов они зимой греют хорошо и вы очень вряд ли эти вообще будете заниматься потому что скорее всего воскомить samsung и ебаный удачи вам успеха обижаешь их очень сильно обижаешься просто samsung говно ебаная но понимаешь ты как бы их задеваешь мы похуй приходит только но они они могут тебя узнать мое мнение я поделюсь с радостью пацаны kdl 38 w или 4 500 или 4 сука я сейчас карточка боя нашел kdl 40 w 4000 2008 год я несколько раз вас наебал 5 500 сейчас на авито от 5 500 дай для 5 500 вы хер найдете за 5 500 от семи с половиной до 15 в питере есть такой же за 15 в идеале и знаете чё чуваки он того стоит можно за 15 взять 2010 года топ-3 он будет с тонкой рамкой но там ебаные засветы и нужен звук нормальный внешний то есть я сейчас с внешним звуком сижу потому что устроенный такой парашный так вот 5 500 1080 качество изображения точно лучше что у samsung ты знаешь я говорил но не не поводу этого 2008 году тут что взял 2010 у него детализация получше samsung за 60 тысяч 2018 года вот поэтому если брать либо на все бабки это это либо мой совет не надо брать середину пацаны не берите samsung не берите samsung за 50 не берите samsung за 60 за 100 не берите либо берите по бомжу старый кдл до 2013 года либо sony bravia 2010 2001 2012 2013 старше хер найдете здесь 14 пошли 4к именно топовые старые по бомжу либо берете на все бабки вот так котлету денег за о лет а о лет уже может быть и lg и samsung там ну там бюджет естественно просто побольше 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 вашего samsung за сутку побольше это мои персональные рекомендации было того что кто-то обижается ну и что я например езжу на машине с вариатором меня обидит то что мне кто-то дедом или там рисовозом назовет конечно нет я абсолютно осознаю свое положение смеши да я мечтал вариатор купить что я мечтал вариатор это крутая тема концепция ты не должен это публично до вариантов охеренная тема когда мягкие когда он новый до когда новые у него нет ступеней переключения охеренная тема только есть минус как и все остальные вещи он выходит из строя ну и люди короче в россии и в других частях света которые любят экстрим они любят ну говно месить значит ну вот говномесы глина мес как который в жопу они вот любят говно месить там на нивах ездить за картошкой там через поле на грязи на крыше вот на вариаторе не получится а так мягкий мне вообще пиздец как нравится ну да а ты не заметил не знаю что автомат но я не знаю что какой-то она такая интересная там ступенек нет не заметил да нет не заметил в чем выводы по играм тебе надо final fantasy 4 или 5 поиграть я не помню по европейской классификации она на playstation 1 она как breath of fire 3 и 4 она двухмерная фэнтазийная тебе пойдет тебе пойдет это не относится к тебе пойдет это относится глубине просто такого она одновременно и достаточно примитивно чтобы войти это потому что это jrpg для нее ну например я могу тебя притащить на ваше 4 персону 5 будешь ты в нее играть конечно будешь но ты не на сначала базу да сначала базу перед персоной 5 надо в третью 100 часов потратить это сейчас не шутка да я понял там симулятор школьника на пол на одну треть ему это школьника на две трети ты по данжем ходишь забегаешь в данжен и мечом за три хандрид бакс начинаешь делать из них слэйвов подрачили на две трети на одну третью симулятор школьника вот такая игра просто вот такая попсовая очень все знают каждый знает из класса номер мы номера не используем из глубокого обновления вот такие дела у нас был гость борис ну или я у него в гостях я очень уверен что вы досмотрели до конца возможно здесь часть материала будет только с одной камеры возможно я досниму очень маловероятно а возможно нарежу пилотный выпуск наше вообще не будет может быть это будет пилотный выпуск минут на 25 для того чтобы прощупать почву не очень нравится концепция подкаста где люди сидят и общаются у нас нет новостной сводки потому что на стандартном просто вообще не подготовлены это пилот обычно значит если это сериал то пилот крутой а все сериал говно это неправильно тоже мы не вопрос не изучили с тобой вообще ни один просто видишь у нас сложная беседа в том плане что мы болтаем об играх которые очень мало кому известны и понятны и у нас не так много игроманов все равно причем игры у кого у нас не позже это мы по игре 90-х и на любви сейчас говорили интернет там все это я прямо что не все что вот это видео допустим если она выходит на их силу посмотрит вот они все посмотрят у них выбора нет просто дать тема я много такая игровых подкастов в интернете нет почему все пилят каждый день подкасты где люди вот как мы с тобой общаемся есть канала xbt но так как они наши конкуренты киноманишь делает не то не то есть канал xbt но у них там скетчи и у них слишком много гомосексуального юмора это немножко отталкивает русских парней не очень мне нравится тебя не белорусы на нацисты кажется если это чего еще не писал у себя в гараже ничего из-за того что сколько на ней пыли будет эта жопа и хана будет правда я этой камеры под дождем снимал думаешь ничего не будет ничего не будет именно пыли очень много пыли понимаешь древесной она просто будет вся в пыли вот так все время а что то что в гараже делать ну если типа мастер-классов проводишь короче есть решение называется aqua чехол но я думал об этом gopro поставил какой-нибудь нет gopro как говно тебя в гора ну как выход там из-за того что мало света там детализация будет нулевая aqua чехол есть на такую камеру и все заебок ну да ну это опять заморачиваться с чем ну вообще целого с организации это я вообще просто как размышлял так мастер-класса не в гараже проводится или что индивидуальный не ты делаешь так все делают по сути но это уже избитая тема просто ты даешь и готовишь изделия и записываешь грубо говоря понял все ты урок ты говоришь не мастер-класс урок это сейчас называется сону стекла нет это урок это это неправильный меминг это урок тутория это туториал это не блять не мастер-класс так просто принято называть именно почему-то туториал говори туториал обучение обучение ты обучаешь не мастер-класс на мастер-классе ты показываешь блять максимум своего навыка это никак не связано с пяти минут десяти двадцати часовым туториалом нет это не мастер-класс мы понял я это имею ввиду тоже хорошо мы вызвать это или лесен ладно ты можешь мастер-классом назвать блять в огромный блок в которой будет например 20 туториалов ну да 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 вот он делают да но это петухи но петухи подмену понятия делают то что бы петух петух и давида сейчас просто ты видишь я 500 раз не отожмусь или чем там полторы тысячи приседал да да блять уже нихуя не приседал из вывода вот это собрать все воедино просто что меня завлекает сейчас вообще вот и целого этой индустрии что почему об этом сегодня не говорим то что все таки развитие на сегодняшний день игр действительно водоражит просто вообще сознание она шагнула глубоко вперед и например ремейков когда мы смотрим ремейк и знаешь такое было то 90 и мы видим этот вот прорыв самое прикольное что этот ремейк является блокбастером и он делается на основе игры которая была блокбастером изначально и это уникальное просто это это здорово то есть ну плюс то что тут симбиоз искусства то что мне нравится в играх всегда составляющая музыка сценария картинки и все в одном и плюс это все интерактивно ты становишься каким-то таким соучастником процесса но это просто именно может подарить столько эмоций которые тоже я считаю что нужно уметь играть ты согласен что нужно уметь играть стать я забыл спросить в процессе игры формируются новые синаптические связи а это значит что ты становишься умнее поэтому тот кто играет он как правило умнее человек который не играет при условии что у них примерно одинаковая ветка развития по жизни ну опять же да и плюс это их витаминия чтобы многое поколение не понимает все таки этот игровой индустрии мы совсем не затронули тему free-to-play и современных детей ладно это уже на следующий выпуск это будет спешил особенно после первого выпуска сразу спишь поэтому я бы рекомендовал всем играть хорошие игры не в тыкал кида по телефону кликеры они называют их не тыкалки кликеры блять кликер сука обязательно рассуждать о том как это все делать что это во что вы играете почему это происходит а не просто ради галочки ну и тогда это действительно подарит удовольствие это такой не вывод это так но не каждый будет играть в stalker 2 осознавая что игру-то фашист сделал но отчасти да он-то может называть себя украинским националистом но блять он фашист не каждый да каждый да и не каждому это нужно все-таки получение удовольствие она превышен или нет удовольствие вообще не надо задуматься на кто какую цель себе ставит перед игрой перед тем как он садится берет геймпад руки что хочет добиться расслабиться после работы вечером до отдохнуть после криков босса там знаю просто жены на стройке либо же он хочет познать какую-то новую вселенную игровую например он мечтал где быть самураем в детстве он вверх хочет себя увидеть почему нет госту цусима либо хочет наконец-то подрифтовать а у него машина не позволяет этого сделать поэтому он идет покупает игровой руль logitech g29 потом покупает игровое кресло я забыл бренд я хотел еще одну интеграцию сделать в общем на экране будет вот такое игровое кресло он покупает садится и начинает не начинает потому что для того чтобы разместить у себя в комнате нужно иметь стол большой нет нет в симуляторах к столу ты пробовал к столу к столу руль прикрутить к столу сюда не прикрутишь я покручу все что угодно куда угодно если нужно будет сделаю накладку куча п ты не знаю это попала нам в кадр говорил про мастер-класса слушай я купил по дешману абсолютно по дешману стойку для с руля вот так вот стойку и педали и он конкретная модель была рассчитана под конкретный руль но я конечно же руль про апгрейтил руль стал а вот педали то был расчет на платформу такую низкую платформу и узкую по две педали а в моей три педали и как крепится получается вот так вот становится на платформу а сверху прижимная пластина и она закручивается из-за того что новая плита с педалями она выше я не могу эту прижимную пластину закрутить просто длины не хватает и я почти но это металл и с металлом работаешь мы просто одни болты и все мы можем у длина решить может быть решиться но мне почему-то кажется что там не все просто но это весьма вероятно будет мастер-класс или как его правильно называть туториал обучение и никакой проблемы со стружкой или с пилом и блять еще с чем угодно не бывает у профессиональных видеомейкеров ага это очень интересная мысль вот такие вот дела мне кажется создание модификации для платформы для игрового с руля это отличный игровой контент мне кажется мало кто это сможет повторить знаешь когда начнется что а за красти намного повторяют его смотрит не ради удовольствия даже я не повторю слышишь дай дает это же смотри развлекательный контент не такое оборудование что даже я не повторю ну это же развлекательный а у тебя пила и в тебя блядь циркулярная пила где градусы можно выставлять понимаешь у него пила объяснить у него нет слову у меня в эре чем вы занимаетесь помимо того что вы играете блядь блокбастер чем вы занимаетесь боялка голик мне кажется это не основная ваша давай пока про меня ничего не слова и должен остаться таким ноунеймом я мастер производственного обучения что я не я мастер производственного обучения что это такое вот моя профессия и педагог и геймер а еще у тебя жена дети домашнее животное то тут бегает где-то кто кошак кот жена педагог смо аниме не смотрит но в общем не потерянные люди которые пытаются да хоть что-то тут самого терниться и на самом деле я вот эту всю тему игровую я зашел тоже каком-то смысле насильно потому что как они стало звучит вы что я понял что наша реальность она тоже немного происходит к это дисрукция мозга но она немного тебя сошлифовывает но подбивает сознание нужно как бы либо уходить там в алкоголь допустим да в траву ну грубо говоря это не одобряем мы не одобряем наркотики ибо детей очень плохо даже не нужно люди уходят от этого а вот эта тема она все-таки достаточно без 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 вредно и недостаточно абсолютно без дана плюс тебя еще новые и может даже больше поможет дать больше чем просто ничью какой-то отдых и развлечения она дает новые синаптической связи если это новый опыт модные доли развиваются такие за моторику какие шло на это правда это как знаешь на энергетике написано витамины очень полезно для здоровья мы кажется сейчас этим занимаемся мне нужно еще немножечко интеграции для того чтобы видео полностью окупилась чтобы бюджет отошел от ноля я не люблю поэтому придется запекать это название хорошо а блин какой же охрененный ракурс просто из окна у меня вот это вот эстетика вот этот сок прямо у меня из окна виден я и не предполагал я и не предполагал такой красоты да это же идеальная локация для записи телеги о том как грустно и плохо в россии жить посмотрите восхитительно увы таким я не занимаюсь я же не какой-то малолетний либерал пускай таким занимаются дебилы в интернете коих просто предостаточно мы с вами здравые сильные парни гречу с курицей осел и пошел возрождать союз